Алексей Ильич, а могли бы вы нам простым человеческим языком объяснить с богословской точки зрения, почему желательно приходить в храм к началу службы? Вы очень хорошо сказали, что желательно. Это действительно. Вообще, желательно даже другое. Апостол Павел пишет, непрестанно молитесь. Слышите, что желательно? А вот дальше уже эта амплитуда желательности, она, сами понимаете, носит бесконечный характер. И вот здесь вы говорите к началу службы, я не знаю, что вы подразумеваете под службы, литургию или часы? Литургию, вот видите. А я слышал такое, что часы, человек, когда придёт на часы, то он немножко придёт в себя. И уже к литургии, он, кажется, становится готовным, готовным так уже войти в эту атмосферу богослужения. Даже так. Говорят, что часы – это как притвор при храме, так и они перед литургией. Желательно поэтому как можно чаще, конечно, приходить. Но есть одно такое «но», настолько серьёзное, что даже я и не знаю, как его выразить. Я, правда, по себе сейчас скажу. Стою в храме, ой, да, вот этот батюшка как-то такой, а вот это одето как-то, а этот что-то непричёсанный, а у этой туфли какие-то. Ой, а там же у меня такая проблема! И пока слава тебе в Господе литургии пройдёт, Боже ты мой, где же я не побываю? Вплоть до Бразилии. И это называется «Я побыл в храме на богослужении». Я очень, совсем как-то недавно, ещё раз читая одно из самых замечательных, пожалуй, таких подвижников-учителей XIX века, святителя Игнатия Брянчанинова, и там вдруг такие строки написаны. Причём пишет он не просто даже, даже нам уж, которые, так сказать, ну, миряне, всё, ничего не умеем, ничего не знаем, так, даже монахам. Вы знаете, что он написал? Даже страшнее сказать. Нужно начать учиться молиться. Ну, думаю, и написал. Да я всю жизнь молюсь. Я всю жизнь молюсь. А он говорит, надо начать учиться молиться. Вы подумайте только, насколько это было сказано, насколько серьёзно, насколько, ну, разумно, насколько насущно. Приходим в храм и бродим по всему свету. И часто и выходим из него такими же, какими пришли. И тут же начинается храм, созидание, мне кажется, мира, какое-то молитвенное настроение. Только вышли и пошли всех осуждать направо и налево. Так что вы, конечно, очень хорошо, да, хороший вопрос задали. Почему, так сказать, в храм нужно приходить сначала? Я бы сказал, не просто сначала. В конце концов, даже человек, ну, опоздал, мало ли какие обстоятельства, ну, чего только может не быть. Главное – это приходить зачем в храм, а не просто в храм к началу. А то я к началу прихожу. Ну, что? А вы, я вижу, опаздываете. И греховодники приходят когда? Это к апостолу, к Евангелию, это к Херувимске, это вообще уже причастие раздают. Вот что самое, это действительно самое главное. Вы знаете, какая беда христианства? Как и многие другие христианства, перестали молиться. А если молиться, то о чём? Сказать? У кого печёнка, у кого селезёнка, у кого муж, у кого жена не то, у кого то, и поехали! Вы знаете, если вас интересует этот вопрос, возьмите как-нибудь диктофончик и подойдите к большой очереди верующих, а большой, большой, тысячу, две, которые стоят в какой-нибудь святыне и молятся. И спросите, о чём вы молитесь? А вы о чём молитесь? А вы о чём молитесь? А вы о чём молитесь? Потом, в недоумении, Господи, ни один человек не молится, да дай же мне избавиться от зависти. Да вы что, сама, Саша, никакой православный будет молиться. Стоя перед мощами, допустим, свидетель Николая, и молиться, помолись, чтобы меня Бог избавил от зависти. Да кому ж это в голову придёт? Какому православному? У меня печёнка, простите, печень, конечно, да, да. Вот что я молюсь о чём? О печёнках и телезёнках. А молиться о том, чтобы избавиться от осуждения, от тщеславия, от этого самолюбия, от гордыни? Да вы что, так вы православные или нет, в конце концов? Зачем нам в этом молиться? Язычество, только земное, дай нам благо на земле, и больше нам ничего. Знаете, как-то я на одном диалоге с протестантами, с ветеранами, говорю им, но они меня уже знают, поэтому уже, говорят, машут рукой на меня. Я говорю, хотите, скажу вам, какая ваша вера? Они говорят, ну скажите. Я говорю, слушайте, Евангелие читали? Да, 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 конечно, смеются. Он так, слушайте, ищите прежде всего, что есть, что пить, во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Они пришли в восторг, в восторг, и браво, захлопали даже в ладоши, говорят, ой, как правильно. Но я-то знаю, это они, несчастные протестанты, мы-то православные, не такие, конечно. Мы о другом. Вы знаете, вы задали вопрос, хоть не в той немножко форме, не в том контексте, но вопрос высшей степени важный. Когда же мы начнём учиться молиться? Не вычитывать молитвы этому умею. Батюшка спросит, так, перед причастием, вычитали молитвы? Вычитывал батюшка. О, молодец, всё. Когда же начнём учиться молиться? И святитель Игнатий Венчанинов, обращаясь к этому, к этой важнейшей, я бы сказал, проблеме нашей в христианской жизни, говорит, как надо начать учиться? И, вполне прекрасно понимая, говорит, конечно, если начну говорить «отче наш», то, наверное, уже на третьем слове я улечу «отче наш» и «же» и уже в Бразилии. Ну, может, ещё где-нибудь. Мы не можем даже молитву чуть-чуть подлиннее прочитать, чтобы не улететь. Поэтому он советует, говорит, есть молитва, которая освящена уже тысячелетиями, освящена. Молитва краткая, которой ещё наш ум абсолютно расслабленный, абсолютно, знаете, когда руки ничего не держат. Но это ещё может вот это чуть-чуть взять, что-то держать. Говорит, есть молитва краткая, с которой человек, каждый, может начать учиться молиться. Можно... Есть восемь слов, есть пять, два варианта. Но, может быть, начать с пяти или с восьми, как думаете? Если с восьми, то так. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Можно пять? Это восемь много уже, уже, наверное, не дотянешь. Можно пять? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Пять слов. Ой, успел прочитать, не улетел. Слава тебе, Господи! Вот он говорит, тот, кто действительно хочет начать учиться молиться, начни с этой молитвы. Сколько раз можешь? Раз? А может, два? Может, три? Когда? В любое время. Сидим, стоим, идём, ложимся. Всегда можно. Но при условии. Молитва называется только та молитва, которая совершается с вниманием, первое. Внимание. Второе. Спокаяние. Есть о чём вспомнить, наверное, каждому человеку. И, конечно, с благовением. Потому что обращаемся мы к самому Богу, а не к кому-либо. Вот так только можно начать становиться христианином. Без молитвы нет вообще религии. Вы знаете, вообще религии нет. А вот христианство даже и говорить не приходится. Если нет молитвы, а есть вычитывание мантр, знаете, такой мантры, да, в индуизме? Он даже подчас не понимает, какие слова и произносит. Так, и если мы вместо молитвы, то есть с вниманием и покаянием обращаемся к Богу, вот так, произносим мантры, сами не думая о чём, нет христианства, нет во мне никакой веры. И это беда страшная, потому что вы знаете, как легко привыкнуть читать молитвы, а не молиться. И, к сожалению, приучаем детей. Детей, ну произнеси, произнёс, кажется очень приятно, хорошо и правда, пока ещё маленькие только надо выучить. Мы не учим их к вниманию в молитве. И таким образом мы лишаем, лишаем и себя, и своих детей величайшего блага. Ибо все те, кто научился молиться, прямо говорят, прямо говорят, что действительно Господь отвечает на эту молитву, Господь касается души человеческой, Господь даёт тогда возможность совершенно иначе воспринимать неприятности, скорби, которые же у всех же есть. Совсем иначе человек начинает относиться, потому что сам Господь тогда помогает душе человеческой. Ибо скорбь имеет две стороны. Одна внешняя, а другая внутри человеческой души. Вы знаете, внешняя сторона может не измениться, когда Господь помогает, а внутри вдруг скорбь проходит. И это человек может получить, только научившись, учась, я бы сказал, учась молиться. Так что спасибо вам за этот вопрос. И, может быть, мы как-то вспомним иногда, что надо начать учиться и начнём. Вдруг неожиданно сидим, ух, пять слов. Может, произнесу? Пять слов. Ой, как много! Ну, попытаюсь. но